Друзья, привет! Вы на канале PixelTrade, здесь все о технике из Китая. Сегодня мы поговорим о гигантском телевизоре от компании TCL, лидера в области производства матриц для телевизоров. Расскажем об особенностях установки, поговорим о технических характеристиках, ну и, конечно же, проведем тесты и посмотрим, как он на них себя проявит. Телевизоры TCL уже становились героями наших обзоров, поэтому, если вы хотите больше узнать об этой компании, переходите по ссылке в правом верхнем углу. Там мы как раз рассказали об истории и сферах деятельности данной компании. Начнем рассказ с упаковки. Она надежная, состоит из двух коробок, пенопластового короба и специальных прокладок с воздухом, которые уберегут экран устройства при длительной транспортировке. При распаковке комплект с ручками и пультом питания располагается в верхней части телевизора. При снятии коробки просто выпадает, можно повредить телевизор, так что обратите на это внимание. В комплектацию устройства входит шнур питания с китайской вилкой, переходник мы кладем в комплекте. Набор ручек для телевизора и две батарейки для пульта. Ручки выглядят примерно вот так. Вкручиваются они в боковые пазы и можно при помощи этих ручек поднять телевизор с коробки и дальше его установить. Либо на ножки, что является дополнительной функцией, либо на кронштейн. Кронштейн подходит только оригинальный от TCL, выглядит он примерно вот так. Тоже дополнительная опция. И последнее, что входит в комплектацию, это пульт. Пульт от телевизора TCL выполнен спереди из приятного на ощупь металла. Металл матовый, располагаются кнопки включения-выключения, беззвучного режима, разрез для микрофона, выбор выхода, три программируемые кнопки, панель навигации, клавиши домой-назад-настройки, кнопка голосового управления, кнопка настроек, также клавиши управления громкостью. На боковой панели располагается клавиша управления яркостью, соответственно, меньше-больше. Питается от двух батареек формата 3А или мизинчиковой батарейки. Снимается крышка тоже очень просто. Сзади выполнен из пластика, по бокам такая матовая проставка. Как мы уже обозначили ранее, телевизор можно установить как на ножки, так и на кронштейн. Подходит только оригинальный от TCL. Ножки и кронштейн являются дополнительными опциями и в комплект не входят. При установке на кронштейн выбирайте крепкую стену, которая сможет выдержать вес этого огромного телевизора. Перед установкой телевизора на кронштейн, сразу до установки подключите все необходимые кабели в порты телевизора. Так как после установки сделать у вас это не получится. Габариты устройства. Длина 256,5 см. Ширина 42 см. Высота 151 см. Вес 94,9 кг. При транспортировке и установке рекомендуем обратиться к профессионалам, так как телевизор тяжелый и имеет определенные особенности при перевозке. Вдвоем его установить просто невозможно. Поговорим о дизайне. Он минималистичный, практически безрамочный. Окантовка телевизора выполнена из черного пластика. Спереди матового, сзади рифленого в клеточку. Также порты скрыты под магнитной накладкой. По центру с задней стороны расположены сабвуферы. С правого края порт питания. С левого порты. Набор вполне стандартный для таких устройств. Есть HDMI, USB, Ethernet и аудиовыходы. Подключиться можно при помощи Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц и Bluetooth. Теперь вы знаете об особенностях транспортировки и установки этого устройства. Самое время поговорить о начинке, технологиях и характеристиках. Тип матрицы у этого устройства VA с технологией MiniLED, которая основывается на применении квантовых точек. Подсветка стоит из 20 тысяч светодиодов и позволяет получить пиковое значение яркости в 5000 нит. Глубокое и насыщенное изображение в плане цвета. Размер 115 дюймов. Пожалуй, самый большой телевизор из тех, что были у нас на обзорах. Разрешение 4К. 3840 на 2160 точек. При этом производитель заявляет о частоте обновления экрана в 144 Гц. Угол обзора 178 градусов. Позволяет большому количеству зрителей разместиться перед телевизором так, как им удобно. Видно будет даже с самых крайних точек. У телевизора 20 тысяч зон локального затемнения. Это позволяет подсвечивать и гасить различные фрагменты изображения, регулируя контрастность и насыщенность изображения, а также глубину черного цвета. Охват 157% цветового пространства BT709. Нестандартный критерий, но посмотрим, что будет на практике. Контрастность 7000 к 1 и время отклика пикселя 1 миллисекунда. Это делает задержку минимальной и позволяет использовать телевизор для игр и динамичного контента. В качестве начинки здесь чип от компании TCL. Четырехъядерный Link Yao M.2 с чипом TXR MiniLED. Это позволяет адаптировать изображение под окружающие условия и улучшать качество. Исходя из информации в интернете, сделан этот чип на базе ARM Cortex-A73. За быстроту обработки информации отвечает 4 ГБ оперативной памяти DDR4 и 128 ГБ постоянной памяти. Этого хватит для установки всех необходимых приложений. За высокоскоростное подключение к сети интернет отвечает модуль Wi-Fi 6. Акустическая система здесь поистине мощная. 80 Вт, стандартная для телевизоров TCL. 6.2.2 канальная аудиосистема Onco Hi-Fi. Позволяет наполнить объемным звуком достаточно большую комнату. Можете услышать сами. Звук хороший, наполненный и четкий. Сабвуфер выдерживает даже очень низкие частоты и не хрипит. Операционная система точно такая же, как на TCL X11J. В комплекте с этим телевизором мы кладем приставку UGAS, которая русифицирует все меню. Либо в качестве альтернативы можем установить необходимые приложения и оставить систему в том виде, в котором она есть. По технологиям стандартный набор HDR10+, отвечает за качество изображения. MEMC, сглаживает динамичные сцены. SLG, расширяет динамический диапазон. Dolby Atmos, отвечает за активное звучание. Также у устройства есть сертификат TUF Rainland. Он говорит о снижении вредоносного для человеческих глаз синего излучения и уменьшении мерцания экрана. Про заявленные технические характеристики мы поговорили. Теперь посмотрим, что представляет из себя телевизор на самом деле. Посмотрим задержку по HDMI, частоту обновления экрана, поиграем в игру, а также большое внимание уделим различным видео и оценим качество воспроизведения. Задержка передачи сигнала по HDMI кабелю около 20 мс. Максимальное разрешение телевизора 4К. Максимальное количество Гц 120. В целом, очень неплохо для такой диагонали. Отображение цветов естественное и яркое. По градиентам нареканий нет, все переходы плавные. Мерцание в пределах нормы. Резкость хорошая. Во всех тестах на разрывы телевизор показал себя наилучшим образом. Если они и есть, то весьма небольшие. Для игрового теста мы выбрали Аватар 2, в силу ярких пейзажей и динамичности происходящего. Игра отображается без разрывов и дефектов. За все время около 30 минут, пока мы играли, каких-либо дефектов мы не заметили. Картинка яркая и сочная, цветопередача на хорошем уровне, а самое главное, разрывов практически нет. В динамичных видео телевизор показывает себя хорошо, разрывов практически нет. Изображение максимально четкое и контрастное, ничего не смазывается. В дополнении мы сняли еще несколько фрагментов с воспроизведением различных видео. Каких-либо дефектов или недостатков мы не заметили. Тесты телевизор прошел хорошо. Для такой диагонали качество вполне достойное. Но я бы рекомендовал смотреть телевизор с расстояния 5-6 метров. Это наиболее комфортное расстояние. К тому же, лично для моих глаз удобнее средний режим яркости. На максимальный немножко выжигает. Звука хватает для наполнения комнаты объемом примерно около 50 квадратных метров. В мае у нас планируется глобальное новшество. У вас появится возможность отследить свой заказ в реальном времени. То есть вы делаете заказ у нас в магазине. Через 10-15 дней ему присваивается трек-номер, который передается вам. И дальше все как на Алиэкспресс. В режиме реального времени по треку можно будет узнать, где ваш заказ и что с ним происходит. Очень удобно, но хочу обратить ваше внимание. Хоть сейчас окно и есть на сайте, работать оно будет только в мае. Поэтому не стоит сейчас пробовать что-то отследить. Раздел пока в разработке. Данное устройство отлично подойдет для людей, которым необходима большая диагональ экрана и высокое качество картинки. Подойдет как для установки в гостиной, чтобы вечером наслаждаться большой семьей, красивым и качественным изображением, так и для установки в лобби бизнес-центра, чтобы показывать различные промо-ролики. К тому же большой набор интеллектуальных технологий очень сильно увеличивает качество картинки. А объемное звучание поможет полностью погрузиться в происходящее на экране. Также, если вам интересны модели в плюс-минус такой же диагонали, рекомендуем вам обратить внимание на эти обзоры. Там мы подробнее рассказываем о телевизорах от 98 до 100 дюймов. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Pixel Trade. До скорого! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok